Выросла у меня гругмансия высокая. Не могу сказать, что ей у меня хорошо. У меня есть видео, как я ее в прошлом году пересаживала. И в этом году я ее выставила на улицу, но стояла она под навесом. Возможно, не всегда успевала поливать. Есть зеленые листья, но очень много желтых. Я делаю вывод. Бругмансия страдает от жары и от горшка. С прошлого года в этом кашпо. Кашпо большое, но если сравнить кадры, как себя чувствует бругмансия, посаженная в грунт, это два разных растения. Я смотрела не одно видео. Вот пример, где любитель бругмансии тоже сетует. Не стоит оставлять в горшках, а лучше посадить в грунт. Ну что ж, на следующий год так и сделаю. Конечно, очень благодарна бругмансии, что она подарила мне цветок. И как мне кажется, вот на этой макушечке будут еще цветы. Ну, я ее не заношу в дом. Сегодня 4 сентября, Молдова. Еще рано заносить растения. Видите, что у меня практически все растения выглядят еще хорошо, но занесу я их намного позже. На прямом эфире меня спрашивали, когда заносить. Ну, если у вас уже ночью установилась плюс 10 температура, то, конечно, заносите. Не стоит рисковать. О том, как цветет эта красотка, у меня есть видео. Эти листья вообще лучше удалить. Они уже безжизненные. Ничего хорошего растению они не дают. Видите, листья по сравнению с молодыми очень даже некрасивые. Эти листья я тоже удалю. Буду теперь следить за поливом. Сделаю я еще один сюжетик. У моей приятельницы растет бругмансия в грунте. И я покажу, как мы с ней будем выкапывать. С вами была Екатерина. Заглядывайте на мой канал о комнатных цветах. На том канале много полезной информации. И также приглашаю подписываться на этот канал, писать комментарии. И если у вас растет бругмансия, покажите фото. Напишите в комментариях, что вы делаете для того, чтобы она была прекрасной. Хотя вот у приятельницы она изумительная, потому что растет в грунте летом. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!